В 2021 году исполнилось 193 года со дня рождения Льва Николаевича Толстого, выдающегося русского классика и студента Казанского федерального университета. 11 декабря в императорском зале университета прошла презентация виртуального тура «Лев Толстой. Университет. Казань». Мероприятие началось с возложения цветов к бюсту писателя и встречи победителей Пятой Всероссийской конференции имени Толстого с проправнуком знаменитого классика. «Чтобы говорить на одном языке с современным цифровым, я бы сказал, поколением, необходимо активно осваивать те платформы, на которых оно обитает, можно сказать, живет, откуда черпает свои знания и где формирует представление о мире. Поэтому разработка научно-образовательных и культурно-просветительских ресурсов на мобильных платформах является для нас одним из важнейших направлений работы». Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета носит имя Льва Николаевича Толстого. В нем ведет работу одноименный научно-исследовательский центр. В рамках программы «Приоритет 2030» его сотрудники вместе с дирекцией музеев КФУ и музеем усадьбы Ясная Поляна подготовили аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам, связанным с казанским периодом писателя. «Связь между Федеральным университетом Казанским и Ясной Поляной становится все ближе и ближе. Мы обмениваемся научными, участвуем в научных конференциях в университете. Научные сотрудники Казанского университета приезжают в Ясную Поляну. Поэтому такая связь между музеем и университетом уже много лет, и она очень яркая и такая очень содержательная». В Казань будущий гений Лев Толстой приехал в 1841 году 13-летним мальчиком. Здесь проходила его юность, во многом определившая творческий путь писателя. В 1844-м Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, а затем перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года. «Современная эпоха ставит перед университетским сообществом и перед каждым неравнодушным человеком ряд вызовов, созвучных идеям Льва Николаевича Толстого. Великий классик весьма четко обозначил причины своего, достаточно, я бы сказал, прохладного в те годы отношения к учебе. Он неоднократно говорил о том, что ему претит необходимость заучивать слово-слово, прочитанные профессором лекции, чтобы получить достойную оценку на экзамене, и вспоминал, с каким энтузиазмом он взялся за порученные ему профессором-мэйером самостоятельные научные исследования. Как это ни парадоксально, от современных студентов мы ждем как раз самостоятельности и умения усомниться в догмах и аксиомах, ведь именно сомнения начинается большое научное открытие. Маршрут виртуального тура протяженностью 5,5 километров охватывает 50 точек, в том числе и здания университета. Аудиогид будет представлен на русском, татарском, английском и китайском языках. Также будут включены музыкальные произведения, тексты, фотографии с изображениями объектов в разные годы и сезоны. Инициатором проекта выступил Казанский федеральный университет. С годами этот виртуальный тур послужит замечательным подспорьем для того, чтобы вживую приезжать в Казань, в Казанский университет, и видеть эти места, связанные с творчеством Толстого, просто открывать для себя прекрасный, красивый город Казань, прекрасную, удивительную республику Татарстан. Подготовка виртуального тура завершится к ноябрю 2022 года, опережая комплекс мероприятий к 200-летию русского классика. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.